Продолжение следует... Весь мир слышал мое приглашение посетить зеленую аудиторию, с которым 2 марта 2005 года я обратился к деятелям всего мира. Ученым, мыслителям, студентам, политикам и писателям. Я объявил, что ее двери распахнуты перед ними для изучения зеленой книги. Насколько я считаю, что человечество испытывает в этом острейшую нужду. Я попросил Народное Собрание выделить дополнительные средства на встречи ученых и исследователей, прибывающих сюда, для изучения зеленой книги, опыта государственного устройства, джамахирия и прямой народной демократии. Сегодня исторический день. Насколько это первая встреча с теми, кто принял мое приглашение. Это встреча с делегацией из Дружественной России, которая включает в себя ученых, мыслителей и писателей из числа депутатов Государственной Думы, имеет всемирное значение. Важность ее особенно велика, потому что в ней участвуют первые представители авангарда мировой политики и научной мысли. Мы надеемся, что вслед за этим передовым отрядом, прибывшим из России, последуют делегации Американского Конгресса, Народного Собрания Китая, Палат Лордов и Общин Великобритании, делегаций Индии и Европы. Хотелось бы также, чтобы наряду с представителями парламентской общественности к нам приезжали писатели, мыслители, ученые и студенты, чтобы здесь в зеленой аудитории заняться изучением зеленой книги. Я верю, что зеленая книга содержит в себе искомый ответ, но миру пока он пока еще непонятен, потому что он объявил блокаду этой книги, которая сегодня запрещена в большинстве стран. Мир понимает, что зеленая книга направлена на то, чтобы изменить его, превратив из мира беззакония и эксплуатации в мир прямой народной демократии и народного социализма. Обладатели власти, не желающие ни с кем гею делиться, запрещают зеленую книгу, поскольку она агитирует и призывает взять эту власть в свои руки тех, кто сегодня отстранен от нее. Простых граждан, широкие слои народа, людей на улице, бедняков. Все эти великие массы, лишенные доступа к власти и ко всеобщим мировым богатствам, богатствам, которыми распоряжаются деспотические эксплуататорские режимы, используя их для того, чтобы посылать эти массы на войну. Или эксплуатировать их наемный труд, вынуждая жить на подачке богачей, на те крохи, которые платят им хозяева власти и богатств за предоставляемые им услуги. Такое положение вещей несправедливо и недопустимо. Это проявление произвола, диктатуры, эксплуатации и бесчеловечности. Для нас, простых людей, представителей широких масс, бедных народов, имеющих право на землю и на жизнь, такое положение нетерпимо. Мы, подавляющее большинство людей, не приемлем этой стратегии, направленной на то, чтобы оттеснить нас на обочную историю. Мы не приемлем такого оскорбительного отношения к себе. Мы не желаем ходить в прислугах у богачей и эксплуататоров, защищать эксплуататорские общества, служа в армии и в полиции, защищать институты имущих классов и их благополучия. Мы не хотим, чтобы навязавшая нас себе с помощью диктатуры элита гнала нас воевать за свои империалистические, капиталистические, экономические интересы. У простого бедного солдата нет никакого интереса воевать за пределами своей страны. Когда он возвращается домой, если возвращается, то оказывается, что он в результате ничего не получил и не приобрел. Наоборот, он, может быть, потерял руку или ногу, или зрение, или слух, или разум, или все конечности вообще, если только остался живой. Так, по большей части, устроен сегодня мир, в основе которого лежит идеология беззакония и эксплуатации. Господствующий класс с помощью денег выигрывает выборы и правит страной. Кучка людей, захватившая все богатства, использует инструмент политики для обеспечения собственных интересов и заставляет простых бедняков, составляющих подавляющее большинство умирать, страдать и мучиться за них. Эта кучка политиков и богачей добилась своего положения противоестественным и незаконным путем, захватив власть с помощью эксплуатации и денег. Их капитал является плодом эксплуатации высасывания крови трудящихся. Богатые есть только там, где есть бедные и нуждающиеся. Бедняк вынужден работать на других, создавая их богатство. А богач сосет кровь бедняка, пользуясь его трудом, чтобы стать еще богаче. Такая горска богачей есть сегодня в каждой стране. И именно от нее проистекают все трагедии народов, войны и террор, действия и противодействия. Эта горска богачей стоит сегодня у кормила власти во всех странах мира. Бедняк не может стать президентом государства без поддержки богачей. Вся власть сегодня это власть денег. Сегодня нет демократии, есть деньги. Деньги создают власть. Но эти незаконно нажитые деньги, которые сосредоточены в руках кучки богачей, не с неба к ним упали, а явились результатом эксплуатации. Этот тандем толстосумов богачей и деспотов-политиков, унитающих и попирающих подавляющее большинство народа, является причиной тех проблем и неурядиц, от которых страдает все человечество. Никогда в истории ни в одной стране мира простые граждане не испытывали ни желания, ни потребности, ни готовности отправиться в дальние края, чтобы разрушать и захватывать другие страны. владатели финансовых интересов, стремящиеся захватить чужие богатства и власть, установленные этими финансовыми кругами, вот кто заставляет простых людей покидать дома и отправляться в дальние страны, чтобы врываться там в чужие дома, к обитателям, которых они не испытывают ни малейшей вражды. Грабить, убивать и разрушать. Так как это было во все века эпохи колониализма, который довелось пережить человечество. Мы уже думали, что колониализм остался в прошлом, но, к сожалению, он возвращается сегодня в самой жестокой форме. Позитивной, но одновременно и трагической стороной этого, безусловно, является то, что колонизировать чужую землю, обосновываться на ней и присвоить ее богатство сегодня очень трудно, поскольку страна, подвергшаяся колонизации, имеет возможность сопротивляться, используя для этого весьма эффективные средства. сегодня простой гражданин может начинить взрывчаткой свой автомобиль и взорвать его или обвязаться взрывчаткой и взорвать самого себя. Благодаря информационной революции и распространению знаний, такие возможности стали доступными самому широкому кругу людей. Сегодня невозможно установить контроль над контрабандой оружия и продажей его любому, кто захочет его купить. в прошлом колониализм сумел добиться успехов в силу того, что тогда, в отличие от нынешней ситуации, у народов в колонии не было возможности сопротивляться с помощью силы. Оружие и производящие его заводы имели в то время ограниченное распространение. и находились в собственности интервентов и колониалистов. Другая сторона была безоружной, что лишь подхлёстывало пяти захватчиков, которые нападали на нее громя и захватывая ее земли. Колониальные народы тогда не способны были производить оружие или взрывчатку, поскольку не обладали необходимыми знаниями. Сегодня же некоторые силы в своем самодовольстве не желают замечать, что в жизни появились новые моменты, продолжают думать, что колониальные захваты будут происходить с той же легкостью, что и в прошлом. Но сегодня в отличие от былых времен колониализм сталкивается с большими трудностями. Сегодня он недолговечен и не способен надолго закрепиться на чужой земле, поскольку хозяин этой земли обрел способность производить оружие. Производить взрывчатки стало теперь доступно любому. Любой сегодня может производить оружие и взрывчатку вручную у себя дома, пользуясь интернетом. Эта возможность обеспечивается современной наукой, которая стала достоянием всего человечества. Явление колониализма имеет место, однако они сталкиваются с ожесточенным сопротивлением. Сегодня им противостоит сила, которой не было в прошлом. Во всем этом есть безусловно трагический момент. Человек взрывает сам себя, убивая при этом десятки других людей. Да, чисто с человеческой точки зрения это трагедия, поскольку применение этих современных средств несет гибель большому числу людей. но и сам колониализм обладает смертнадостным оружием, вплоть до ядерной бомбы, обладающей огромной разрушительной силой. Средства уничтожения стали сегодня, к сожалению, доступны обеим сторонам. Но есть также здесь и положительный аспект, состоящий в том, что эта ситуация создает трудности для империализма и колониализма, поскольку они уже не могут больше захватывать чужие земли и надолго закрепляться на них. Это позитивный аспект, но оподится он ценой огромных жертв и потерь для обеих сторон. Мир находится в кризисе, повсюду проходят демонстрации, пикеты, марши протеста, повсеменно растет безработица и дороговизна. Везде мы видим недовольство, раздражение, аресты, мятежи, революции, гибель людей. мир сегодня переживает мировую войну в буквальном смысле этого слова. На земле нет мира, нет стабильности, нет безопасности, нет покоя и благоденствия, а политическая, экономическая и социальная среда, сложившаяся в сегодняшнем мире, зиждется на отношениях. Метрополия, колония, господин раб, богатый, бедный. В основе сегодняшнего мира лежит идеология наемного труда, аренды, торговли, представительства. маргинализации, циничного пренебрежения роли широких народных масс и отрицания этой роли. Мы видим, что сегодня сотня человек выступает от имени миллионов. Зрелище абсурдное, вызывающее сожаление и смех. Государство с населением в 300 миллионов человек представлено парламентом из 300 депутатов. И горько, и смешно. Это одна из тех современных структур, которые порождают проблемы. в какой-то момент 300 миллионов убеждаются в том, что 300 парламентариев не выражают их чаянии, не разделяют их мечтаний, не способны представлять их интересы. Тогда они, переступая через эту ступень, объявляют, что представительная власть это обман. Когда 300 человек заявляет «мы», это 300 миллионов. это обман. 300 депутатов представляют лишь самих себя и не могут осуществить мечту миллионов, не могут разделить их надежды, не могут чувствовать то же, что и миллионы других, испытывать те же эмоции, что и они. А значит, представительная власть показала свою несостоятельность. Народы переступили через этот этап. Народ идет по одной дороге, а депутаты парламента по другой. В стране действительно может быть парламент, который заявляет, что он избран народом. Предположим даже, что выборы были честными, что редко, но случается. Но народ уже миновал этап парламентаризма. Переступил через этап представительства и вышел на улицы открыто говоря, чего он хочет. Это свидетельство того, что депутаты не сумели выразить волю народа. Когда правительство некоторых стран объявили войну Ураку, миллионы людей вышли на улицы, протестуя против этой войны. Что это означает? Это означает, что депутаты не сумели выразить требования народа, который их избрал. народа. Если бы они выражали мечты чаяния народа, то выступили бы против войны. Таким образом, представительство это обман. депутаты народа. А это значит, что десятки народов мира живут в условиях диктатуры, что парламент не представляет интересов этих народов, ибо они одобрили посылку войск. Как может парламент одобрить этот шаг, когда народ его не одобряет. Если же парламент не представляет народа, если представительство это обман, то значит, нужно отменить посредничество, отменить депутатство, отменить парламенты. Это посмешуще следует сдать в музей. как одну из отживших структур прошлой эпохи. Есть народы, которые сами управляют своей страной. Но как может многомиллионный народ сам управлять собственными делами? Мы привыкли к тому, что правительство состоит из двух, полутора, наконец, одного десятка министров, облегченных властью, что парламент состоит из нескольких десятков или максимум сотен депутатов, заседающих в зале, которые народа. Но как же народ сам может управлять своими делами? Разве может народ, все женское и мужское население страны, собраться на заседании и управлять страной? Это, безусловно, поверхностное представление. Вы скажете, нет, нет, это невозможно. Нам достаточно парламентского представительства. Ну, тогда миллионы будут представлены небольшой группой людей. Это неверный подход. Этот количественный подход к проблеме демократии, измеряемый расстояниями и размерами помещений. однако к ней следует подходить по-иному. Народ продолжает жить там, где он живет. В своем квартале, на своей улице, в своей деревне или городе. Он заседает в форме народных собраний, в работе которых участвует все взрослое население. Они принимают решения и осуществляют управление. Если весь народ примет решение начать войну против того или иного государства, эта война начнется и она будет законной, потому что это глаз народа. И значит война неизбежна. Идет ли речь о соседнем государстве или о другом, отделенном от него материками и океанами. понят на что подобный вариант чрезвычайно маловероятен. Если принимается закон, то он принимается всем народом, всем взрослым населением обоего пола. Такой закон священен, и если он того потребует, то ты подставишь шею под текущий меч. Потому что он священен, он принят всем миром. Люди сочли, что наказание за данное преступление смертная казнь, и ты сам принимал участие в его обсуждении. Вместе с ними постановил, что за это преступление полагается смертная казнь. Но нельзя подставлять свою шею под закон, принятый другими. Называет ли эти другие себя парламентом, правительством, революционным советом, или как-то по-другому. Если закон принят не самим тобой, он не заслуживает того, чтобы ему подчиниться. преследоваться, даже если речь идет не о смертной казни, а о простом штрафе, заключении или аресте. этот порог политических, экономических. экономических и социальных структур во всем мире, и привел к кризису, который переживает современное человечество. Нынешние правители бахвалятся, искажают и подделывают факты, чтобы обделить свою деспотическую власть и политику, оправдать ошибки своего правления. Такая логика и политика не принесет пользы народам и всему человечеству в целом, не решит проблем. Народ встретит противодействие со стороны того или нового человека говорит себе, вероятно, мы чем-то его обидели. Наверное, мы совершили ошибку по отношению к нему, и у него возникли проблемы. Правитель же, даже совершив ошибку в отношении кого-либо, не станет в ней признаваться, а начнет увиливать и отнекиваться. Обман не служит над интересом народа, не способствует делу мира и благу человечества, и не отвечает интересам самого того, кто следует такой логике. Поскольку весь мир, все его политические, экономические, социальные структуры, построены на порочном подходе, то все, что мы слышим, это лишь оправдание этого порока, суть которого произвол, эксплуатация, диктатура, отсутствие народовластия. Джамахирия и народного социализма нежелание вернуться к фундаментальным социальным ценностям, к естественным общественным отношениям. А поскольку все это разрушено, мир съезжится на произволе и эксплуатации, исходит из ошибочных посылок. Народы управляются представительными органами, законы принимаются не самим народом, а людьми, выступающим от имени народа. Это подмена истины. Богатство земных недр принадлежит всем людям, живущим на земле, всему человечеству. Богатства каждой страны должны принадлежать в равных долях всем жителям страны. Но на самом деле все обстоит иначе. Богатство и власть находятся в руках горстких людей, которые добились своего положения неблаговидными и порочными методами. Поэтому вся их политика направлена на то, чтобы оправдать свои незаконные действия. всем нам обычным гражданам доводится слышать из уст членов правительств и политических деятелей поразительные вещи. чудовища. Когда нам вдруг заявляют, что черное это белое, а белое это черное. Мы видим, что это черное, а нам говорят, что оно белое. И что мы должны согласиться с этим обманом. удивительная вещь. Если ты скажешь, что это белое, а не черное, то тебя обвинят в том, что ты отступник диссидент и сумасшедший. Вот видишь, скажет тебе, мы говорим, что это белое, а ты говоришь, что черное, значит, ты нам противоречишь. А раз так, то ты ренегат и сумасшедший. Но сумасшедшие это как раз те, кто утверждает, что белое это черное. И причина всего этого кроется в том, что происходит маргинализация народов. Все народные массы оттесняются на обочины жизни. Они отстранены от природных богатств, отстранены от власти. оттесняются 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 если бы народы сами издавали законы разрабатывали политику принимали решения то на земле царил бы мир, безопасность, покой, стабильность, дружба и сотрудничество народы мира не испытывают ненависти друг к другу они стремятся к миру и стабильности нет народа, который покинул бы родные земли и пошел бы завоевывать землю другого народа войско, которое выступает на захват чужих земель состоит из неимущих, которых мобилизовала деспотическая власть та самая власть, что создана богатством и находится в руках горских эксплуататоров эта власть формировала политиков, которые в свою очередь мобилизовали бедняков построили из них армию и приказали идти умирать на чужбине а потом они возвращаются, те кто выжил кто без руки, кто без ноги кто глухой, кто слепой так живет мир сегодня но те, кто сегодня в солдатской форме отправляются в другие страны чтобы сеять разрушения и захватывать чужие территории останьте они у себя дома в обычной обстановке им бы и в голову не пришло покидать родные места и делать эту гнусную работу приказ и нужда гонят их на службу политикам и эксплуататоров а став солдатами, они получают приказ идти и умирать во имя захвата колонии если бы не нужда, сидели бы они дома и не шли бы на смерть не шли бы воевать, чтобы вернуться потом безрукими и безногими инвалидами таков сегодня наш мир зеленая книга находится сегодня в плотной блокаде нам говорят, зеленая книга, книга опасная ее сочинил Каддафи но в действительности Каддафи не сочинял зеленую книгу ее сочинило человечество и его история зеленая книга это уроки, извлеченные из истории человечества это анализ всех фактов нашей прошлой жизни горестных и отрадных она гласит данная проблема является следствием того что не было сделано то-то и то-то сделать это и проблема исчезнет почему люди были в прошлом несчастливы? мы пришли к выводу, что человек не может быть счастлив если он не свободен но он не может быть свободен он не может быть свободен, если он живет в нужде таким образом преодоление нужды дает свободу а свобода дает счастье человек не может быть счастлив, если он не свободен чтобы сделать людей счастливыми, необходимо дать им свободу а чтобы дать им свободу нужно, чтобы они перестали нуждаться так говорит зеленая книга так говорили даже не книга, а сама история человечества а книга это выводы и уроки истории человечества авторами зеленой книги является все человечество это его устами она говорит сегодня благодарение Господу, зеленая книга, ее идеи заряжали основу третьей мировой теории в которой в век интернета искусственных спутников и информационной революции начинают прислушиваться и присматриваться люди сегодня никто, каким бы бесчеловечным он ни был какие бы враждебные чувства он не питал к зеленой книге не может запретить распространение этой книги она распространяется вопреки воле ее недругов ее содержание и идеи будут размещаться в интернете распространяться во всем мире посредством всевозможных современных средств коммуникации и информации сегодня в России в думе среди ученых и писателей организуется общество друзей зеленой книги кое-кто может сказать что мол Ливия страна с небольшим населением и поэтому ей подходит джамихирийский строй строй народного самоуправления напротив, малая страна нуждается в зеленой книге в джамихирии в народном самоуправлении меньше, чем большая чем больше страна тем больше она нуждается в джамихирийском строе возьмем например Китай самую большую страну мира невозможно себе представить чтобы эта империя управлялась из Пекина Пекин не может знать проблемы с которыми сталкиваются люди в разных концах огромного Китая правительство как бы искренне оно не старалось как бы умно оно не было как бы не заботилась об интересах людей не может управлять жизнью всего Китая потому что несколько сотен депутатов не могут представлять миллиарды людей это невозможно все обстоит наоборот чем больше государства тем нужнее ему народные собрания и народные комитеты итак мы отвечаем на вопрос о том как народ сам управляет собственными делами известно как управляет правительство как управляет парламент а как управляет народ как мы уже сказали для осуществления народного самоуправления не нужно сгонять весь народ в один зал это поверхностное представление народ продолжает жить там где живет но он создает на местах народные собрания на которых принимаются необходимые решения и эти народные собрания в которых участвуют все мужчины и женщины действуют повсеместно наряду с народными комитетами это демократия нужно различать народные собрания и комитеты это выборные органы избираемые населением а народные собрания охватывают всех жителей страны никто не остается неохваченным эти собрания формируют народные комитеты народные собрания принимают решения а народные комитеты их исполняет в этом и состоит самоуправление ни один закон не может быть принят если он не одобрен всем народом при этом законодательная инициатива принадлежит ни правительству ни палате представителей конечно если такие органы существуют то имеют право предлагать законы но и любой гражданин у которого возникла идея принять какой-то закон может предложить эту идею на рассмотрение всего народа если народ поддержит эту идею то она станет действующим законом но в условиях господствующего сегодня беззакония простой гражданин остранен от власти и не может у себя в стране выступить законодательной инициативой кто будет прислушиваться к мнению простого человека в индии если он вдруг заявит что у него появилась блестящая идея относительно принятия закона да никто ибо там это не дело простых граждан но почему потому что он лишен возможности волеизъявления лишен власти его лишили даже собственного достоинства в пользу депутата которого он сам себе навязал человек оказывается в замкнутом кругу где есть депутат который выдвигает проекты законов но если при этом у простого гражданина возможность связаться с своим депутатом то есть и и и и и и и и нет он такой возможности лишен его связь с депутатом оборвалась тот самый момент когда он опустил свой бюллетень в урну для голосования он стал депутатом а ты остался тем же самым простым гражданином которого отняли все полномочия и передали их твоему депутату Депутат уважаемый человек, он несомненно достоин уважения, поскольку ты отказался от собственного уважения в его пользу Депутаты получают право принимать законы и выдвигать законопроекты Но при этом все мы, миллионы простых людей, весь остальной народ лишены такого права За что нас оттесняют на обочину Если весь народ превращается в изгоя и лишается прав, то зачем тогда весь этот процесс представительства? Зачем нужно правительство со всеми его механизмами? Все эти механизмы и структуры, существующие сегодня в мире, оказываются бессмысленными Нужно избавиться от всех этих депутатов, губернаторов, классов и партий И тогда останется лишь народ, который будет сам управлять собственными делами Партийная система – это давно устаревший инструмент из области классических стереотипов, которые не способны противостоять вызовам современности Все критерии и стереотипы, которые используются в наши дни, давно сильно устарели Партийные структуры уже не могут сегодня соответствовать подъему масс, их движениям, требованиям, нуждам, вызовам и активности Они устарели и стали экспонатом, которого место в музее Если мы продолжим с вами свой диалог, российские друзья из Государственной Думы, ученые, писатели и журналисты То, возможно, стоит задуматься над тем, чтобы убедить в этом народ России В этой связи я хотел бы ответить на ваш вопрос, на вопрос нашего друга о том, как можно установить жемехерийский строй избегнов при этом насилия Насилию нет места, нам не нужно насилие, нужно лишь убеждение Если вы и те, кто придет после вас, убедите народ России в том, что власть должна принадлежать народу, его народным собраниям и народным комитетам, создаваемым напрямую То, миновав многие этапы, вы от республики перейдете к жемехерии От произвола и диктатуры к прямой народной демократии Вам не придется преодолевать известные этапы Идеи марксизма-ленинизма Идеи Маркса и Энгельса – это утопия и идеализм Их воплощение в жизнь означало бы построение рая на земле Но этой утопии не суждено было сбыться Мы к этому пока не пришли Мы хотели бы обрести этот потерянный рай Но к коммунизму так и не пришли Существует образ коммунизма Но самого его пока никто не видел Нам с вами его встретить не довелось Он по-прежнему остается делом будущего Чтобы продолжить движение, к нему пришлось отступить Людям показали красивую картину Они устремились к ней Они шли к ней 70 лет А потом устали и повернули назад Не дойдя до цели Хватит, сказали они, мы устали Нам этого больше не нужно Мы ее так и не увидели Потому что путь к ней долог Мы должны пройти через этап национальной революции Через этап социализма Которого гласит Кто не работает, тот не ест А за ними последуют еще другие этапы Лишь после этого мы достигнем коммунизма Когда осуществится лозунг От каждого по способностям К каждому по подредностям Но когда это наступит? Это наступит тогда Когда будет накоплен производственный потенциал Когда установится общенародная собственность Когда исчезнет пролетариат И весь народ станет одним классом Было бы очень хорошо Если бы все это воплотилось в жизнь Но этого не произошло Мы устали, не дойдя до цели Ведь путь пролегал через этапы национальной революции Социализма Накопление производственного потенциала Лишь после этого должна была наступить эпоха коммунизма Кто гарантирует, что нам хватит терпения Преодолеть все эти этапы На протяжении которых мы вынуждены трудиться на государство Для того, чтобы мы поднимаемся к чему-чему-чему-чему-чему Но когда мы станем работать сами на себя, когда доходы будут принадлежать нам самим, когда все, что мы производим, станет нашей собственностью, не будет накапливаться общество, то тогда и получится, что каждый будет отдавать по способностям, а получать по потребностям. Существует утопическая теория коммунизма, обещавшая построение рая на земле, но она не осуществилась из-за наличия в ней ошибочной посылки. Так что же делать? Опыт нас учит, что если существует возможность миновать этапы, то это надо сделать. Если в России, например, активные депутаты Думы, такие как вы, преподаватели, студенты, интеллигенция, в полный голос, но спокойно станут учить людей теории зеленой книги, распространять ее идеи, гласящие, что не нужно ни депутатов, ни представительства, ни правительства, что народ должен сам управлять своими делами, создавая народные собрания, которые сформируют народные комитеты, то в стране установится прямая народная демократия. Когда это произойдет, Россия перейдет от нынешнего своего строя к прямой народной демократической джемахирии. Весь мир, вне всякого сомнения, когда-нибудь станет джемахирией. Сегодня мы находимся на одном из проходных этапов, и мир движется вперед, а не назад, а это значит, что когда-нибудь мы неизбежно придем к джемахирии, без всякого насилия, в котором нам нет никакой нужды. Кое-кто считает, что поскольку автором зеленой книги является революционер Каддафи, то книга предполагает применение оружия и насилия. Но это лишь свидетельство незнания зеленой книги, им следует прочитать ее. Мне приходилось слышать высказывания, которые приписывают зеленые книги, но которых на самом деле в ней нет. Утверждаю, что в зеленой книге сказано, что законом для общества является Коран, и что общество должно следовать положениям шариата. Но в ней ничего подобного не говорится. В зеленой книге идет речь о священном законе, который имеется в любом обществе, и говорится, что таковыми являются обычаи и религия. Я имею в виду обычаи и традиции, которые поддерживаются и соблюдаются всем обществом. Этот закон нельзя отменить простым решением. Общество должно, может верить в Буду, Мухаммеда или Христа. Но до тех пор, пока оно следует своей религии, у него есть незыблемый, неизменный закон. У всякого народа свои обычаи и традиции. Существуют традиционные нормы, право, которые изменяются лишь по мере развития общества, а не принятием решения. Во все времена люди договаривались об определенных правилах поведения, общения и проживания. Эти нормы являются священными. Это настоящий незыблемый закон, который не могут отменить, не могут изменить ни парламенты, ни правительства. Они составляют часть убеждений, основанных на вере, причем не обязательно в Коран. Коран — это для мусульман, для всех последователей ислама закон заключен в Коране.